Это Adidas Nightjogger. Всего лишь одним своим минусом они чуть было не похоронили себя, но смогли достичь того, чего другим моим Adidas делать так и не удалось. Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре Adidas Nightjogger. Кроссовки, которые вышли относительно недавно, и за них огромнейшее спасибо магазину FreeHead. Ссылку на них я оставлю в описании. Обязательно переходите по ней, если вы хотите поддержать канал. И кроме того, я впервые в своем канале провожу розыгрыш. Условия розыгрыша вы найдете в ссылке в описании, вернее в самом описании. И непосредственно сам розыгрыш произойдет на следующей неделе. Его анонс, как всегда, состоится в моем инстаграме. И перейдем непосредственно к самим кроссовкам. Данные кроссовки являются переизданием оригинальной модели Adidas аж 70-х годов, которые создавались для ночных бегунов и были окрашены в яркие цвета. Один из которых был как раз таки вот этот оранжевый, чтобы кто-то мог их видеть лучше ночью. Но они раньше не были украшены рефлективом, потому что рефлектив было достаточно трудно поставить на массовое промышленное производство. И также сейчас Adidas называет Nightjogger какое-то свое сообщество, которое дает вам плюшки. И дает вместе с кроссовками внутри вот такую карту. Я эти коды не использовал. Если вам они нужны, можете забирать. И кроме того, это самые первые кроссовки на Boost, которые у меня когда-либо были, которые я когда-либо носил. Все говорили мне постоянно о том, что Boost это самая лучшая с точки зрения амортизации технология. Но для меня такое решение оказалось довольно-таки спорным. Но давайте обо всем по порядку. Как всегда мы начинаем снизу и видим протектор, который состоит из нескольких зон, которые отличаются не только цветом, но и жесткостью. При этом, если черная и серая зона, они абсолютно одинаковые по мягкости, то оранжевые вставки, они как раз-таки довольно-таки твердые. И я в целом понимаю обоснованное решение Adidas, почему он поставил оранжевую вставку возле мизинца, потому что сюда все-таки приходится какая-то серьезная нагрузка. Но зачем они ее влепили сюда? Ладно бы она была больше, тогда бы она хотя бы выполняла какую-то роль супинатора, но с такой толщиной, на мой взгляд, она здесь абсолютно бесполезная. И кроме этого, вы увидите вот эту рампу сзади, которую я до этого встречал в профирах. На мой взгляд, она действительно работает, потому что благодаря ней шум кроссовок при ходьбе заметно уменьшается, а также вы кроссовкам гораздо, скажем так, нежнее касаетесь земли. И вы видите здесь надпись Adidas, вот такие непонятные точки, вы подумаете, что это Брайль? Нет, это морзянка. Ну, таким образом, Adidas написал здесь Nightjogger, но с помощью морзянки. И переходим непосредственно к амортизирующей основе эти кроссовок. Это легендарный буст, его все очень-очень нахваливают, как самую мягкую штуку, которая есть на планете. Что в этом плане могу сказать я? Да, он действительно мягкий, он по сравнению с тем, что я щупал раньше до этого, он просто мягкий, как зефир. Вам не нужно вообще не прикладывать каких-либо усилий, чтобы он воспроминался от малейших касаний пальца. Но он белый, и вы все прекрасно знаете минусы белой расцветки. Ну, вернее, это буст вообще без какой-либо расцветки. Он очень быстро вымазывается, и за ним довольно-таки геморно ухаживать. Но благо Adidas сделал также и черную расцветку Nightjogger, включая и черный буст. Выше мы видим полиуретановую вставку. В целом, решение правильное, потому что буст вообще никак не поддерживает вашу ногу, поверьте мне. Ну, и такая штукенция хотя бы хоть немного, но будет держать вашу стопу. Переходим кверху, и вы здесь не увидите каких-либо сюрпризов, потому что в основном он состоит из рипстопа. Из рипстопа у нас сделаны вот эти боковые стенки, и спереди вы увидите тканевую вставку, которая на ощупь напоминает то, что использовалось в профирах, которая там какой-то вентиляцией вообще никак не отличалась. Но здесь это как раз-таки сетка, которая продувается очень хорошо, и настолько хорошо, что эти кроссовки я могу без каких-либо зазрений совести назвать летними кроссовками. Кроме того, Adidas сюда добавил вот эти вставки из спилка. Это, друзья, не замша, это спилок, но хотя бы не самого конченного качества. Поверьте, хуже того, что я видел в своих сок, они, на мой взгляд, наверное, быть вообще в природе не может. Но что я хочу отметить по поводу этого спилка. Во-первых, вот эта деталька, это является отсылкой как раз-таки к оригинальным Nightjogger. И, во-вторых, Adidas, слава богу, додумался поставить эту деталь здесь, потому что благодаря этому ваши пальцы не будут здесь торчать, потому что эти кроссовки, как вы видите, имеют очень заниженный носок. Блин, я не понимаю, когда Adidas исправится, когда он будет делать нормальную высоту здесь, потому что, кроме того, что временами у вас кроссовки будут вот так вот натягиваться из-за вот этого заниженного носка, да, кроме того, и пальцем вашим здесь будет банально неудобно. И обязательно нужно упомянуть ту деталь, за которую они вообще называются Nightjogger. Это рефлектив. Рефлектив у нас находится сзади, как раз-таки в той детали, которая является отсылкой к оригинальным Nightjogger. Также большой пласт у нас находится в этом месте. Спереди тоже его немного. И, кроме того, эта сетка, она также прошита детальными из рефлектива. Она действительно светится в темноте, так же, как и светятся вот эти шнурки, которые нас плавно отсылают к язычку этих кроссовок. И, на мой взгляд, он почему-то очень сильно напоминает язычок от первых Джорданов. Кроме того, что он сверху покрыт нейлоном, внутри поролон. Да, форма его очень сильно похожа. И также вы видите детальку из спилка. Абсолютно то же самое, что написано у нас и снизу кроссовок. Когда заглядываем внутрь, то здесь сюрпризов, конечно же, тоже каких-либо не увидите. Здесь все полностью сделано из нейлона. Ну и по качеству швов у меня внутри не возникает каких-то вопросов. Да, есть какие-то косяки, но, блин, это Adidas. И для него это вполне себе уже обыденность. Стелька выглядит вот таким образом. Хоть это Artalite, но, кроме как кусок Artalite, у меня язык не поворачивается назвать ее чем-либо другим. Потому что здесь нету каких-либо участков, которые хоть как-то влияют на поддержку вашей ноги. И при размерах кроссовок, которые указаны у нас изнутри, а именно, это 11-й американский UK 10,5-й, французский 45-й, 1,3-й, японский 29-й. Стелька имеет в длину 29 сантиметров и в ширину 9, что является довольно-таки узкой стелькой, потому что у меня при таких размерах стельки обычно в ширину достигает около 9,5 сантиметров. Здесь картина немного, скажем так, уже. И при таких размерах данная пара достигает в весе 415 грамм. Вернее, вес одного кроссовка достигает 415 грамм. Я ожидал, что будет заметно легче, но для меня такой вес не является каким-то критичным. В общем, самый обычный вес для кроссовок. В целом, я хочу сказать, что конструкции у меня нет каких-либо вопросов. Но когда я стал носить эти кроссовки, то у меня возник такой большой вопрос, что эти кроссовки чуть было даже и не выкинул. В чем вообще вся соль ситуации? Дело в том, что как только я надел эти кроссовки, они сели на нее нормально, и я пошел на работу. Пошел я на работу, пришел, и как только стал ходить там по коридорам, то сперва я заметил какой-то непонятный звук. Затем этот звук стал громче, потом еще громче, потом стал настолько громким, что его можно было услышать даже за метров 20. И я, мать его, не понимал, в чем дело. Я сперва хотел посетовать на протектор. Я думал, что как раз-таки вот эти вот детальки трутся друг об друга, и вот этот хруст непонятный возникает из-за этого. Я шел домой, и люди оборачивались, смотрели на меня, как на кого-то водяного. Звук был такой, как будто я просто сюда налили воды, и ты постоянно идешь, оно у тебя хлюпает, хлюпает бесконечно. Я запостил эту проблему у себя в инстаграме. Люди подумали, что это брак. Но Женя, которого вы все прекрасно знаете, а если вы, блин, его не знаете, то я оставлю вам ссылку в описании на него, сказал, что это не проклей. То есть, как раз-таки дело было в этой стельке, потому что она была изначально приклеена к основанию тех кроссовок, и как раз-таки между вот этой стелькой и основанием кроссовок скорее всего возникло какое-то воздушное пространство, которое никак не хотело уходить, из-за этого происходил такой странный звук. Так что, если у вас такая проблема и будет с ними, то обязательно просто вырывайте стельку и приклеивайте заново. Но можете не приклеивать, я ее так и оставил болтаться внутри, и она мне в этом плане никак не мешает. И перейдем непосредственно к самому бусту. На мой взгляд, это самая лучшая амортизирующая технология. Сказал бы я, но нет, я такого не могу сказать. О бусте, может быть, его здесь просто-напросто мало, но людям весом свыше 90 килограмм я эти кроссовки с данной технологией рекомендовать не могу. И вот почему. Все дело в том, что буст, он действительно очень мягкий, разница действительно заметна по сравнению со всеми кроссовками, которые я носил до этого в своей жизни, но он для меня работает больше как вата, если дело касается каких-то экстремальных, скажем так, ситуаций, когда нога у вас слишком резко приземляется на землю, ты чувствуешь просто стук. То есть, нога у тебя чувствует, как технология начинает работать, и потом она просто хлопается об землю. Для меня вполне себе удобно, если вы ходите просто неторопливым шагом. Я хожу очень быстрым шагом, и как раз-таки эти удары очень сильно заметны. Но если вы вести где-то килограмм 70-80 в пределах таких весов и ниже, то вы можете носить эти кроссовки абсолютно без проблем. Они для вас будут казаться просто сказочно мягкими. Кроме того, я хотел бы отметить здесь и стабилизацию, как ни странно, потому что она здесь действительно есть. Ты кладешь ногу в эти кроссовки, и ты действительно ощущаешь, как нога у тебя попадает в какой-то стакан, который не слишком сильно фиксирует ногу, но хотя бы она у тебя как-то в кроссовках держится, и при этом вот эта штуковина, на мое удивление, не натирает. Я думал, что такое новшество, скажем так, от Adidas будет постоянно натирать мою ногу, но этого не произошло. Но я считаю, основная заслуга стабилизации как раз-таки в протекторе, вернее, в его ширине. Такое решение также было применено в профирах. Там они также имели очень-очень широкий протектор, и благодаря нему эти кроссовки просто физически не могут повернуться влево или вправо, как минимум очень сильно. И немаловажный вопрос, это, конечно же, ценник, потому что в данный момент в магазинах Adidas эта модель стоит около 10 тысяч рублей, но вы можете ее купить со скидкой в магазине FreeHead, воспользовавшись моим фирменным промокодом NakedBOOTS20, который вам дает не 10, не 15, а 20% скидки не только на эти кроссовки, но и вообще на все, что есть в FreeHead. Вы можете посмотреть все, что у них есть на сайте, у них есть как много и олдовых, так и много современных моделей курток, кроссовок, абсолютно всего. В общем, обязательно переходите в ссылки в описании на их магазин. И последний вопрос, на который я хочу ответить, что вообще смогли сделать эти Adidas? Adidas смогли сделать такие кроссовки, которые я могу абсолютно спокойно рекомендовать всем. Да, я сказал о том, что они могут не подойти людям, которые весят 90 килограмм, но у меня очень много комментаторов, которые говорят, что они весят примерно столько же, сколько и я, для них Boost работает. Я не нашел в них каких-либо изъянов, потому что все-таки в те модели, которые у меня были на обзорах до этого, у них какой-то один серьезный минус, но был. В этой модельке я такого не вижу. Да, это модель, которая очень сильно напоминает Iniki, но которая, скажем так, более продвинута в плане дизайна. Они, на мой взгляд, выглядят сложнее, Iniki все-таки, мне кажется, слишком простыми кроссовками, но эта модель мне действительно зашла. Если вы хотите с ней ознакомиться, то заходите во FreeHead, и вы можете там ее пощупать, померить, и если она вам подойдет, можете брать на лето их спокойно. Это я могу вам гарантировать просто железно. И на этом у меня для вас все. Как всегда, если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите в комментариях, почему вам видео понравилось, не понравилось, и переходите в ссылках в описании на мой контакт, на мой инстаграм. Господи, что-то у меня еще есть. Ну, в общем, вы и так всю эту тему знаете. Всем счастливо!